итак народ всем привет телефончик xperia zr какой-то там первый раз попадается раз еще не было у меня такого шоу у нас тут пробочки у нас есть usb кабель зарядка наушники и 5 наушники наушники вакуумные кстати вакуумные хорошо там телефон ману и собственно все больше ничего нет посмотрим на телефончик что у нас здесь не чудо аппарат пришел вот такой вот у нас телефонтик значок обычно здесь микрофон все дела кнопочка включения включения кнопочка под камеру отдельно и кстати очень интересное расположение кнопку здесь как раз четко под палец водозащиты имеется вижу сразу по разъему это для зарядки через док-станцию вставляется так и заряжается так сейчас мы попробуем запустить 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 не запускаются а почему водозащита здесь такая как видите водозащита не самая надежная но как что нибудь не запускается потому что вот такая вот штучка закрывает наш разъем вспышка заклеена прикольно это хорошо не будет на ней всяких царапин и прочей ерунды так ну так все води нормально закрываем закрываем запустить снова запустился почувствую характерную вибрацию вот у нас логотип появился так а насколько что тут камера у нас сейчас глянем на коробки так камера у нас тут 13 мегапикселей 4 ядерный процессор тактовая частота 1.5 гигагерца 4.6 дюйма экран EPS Кажется и айп 55-58 вот пыль и влагозащита HD экран не знаю тут IPS или какой здесь стоит BRAVO Engine Opti-Contrast Pan Так, о-о, качество экрана Добавим яркость и шустренько так работает, шустренько дисплей, brightness, вообще класс, яркость здесь конечно хорошая, с яркость, работает шустренько, в общем даже я бы сказал 4,1, что за процессор конечно тут не указано, quad core, quad core какой-то, на коробочке тоже не вижу, ничего не написано, вот это тело процессор здесь должен стоять хороший, все работает плавненько, никаких подлагиваний, никаких подписаний, все отлично, так сейчас мы выставим русский язык, sound app, language input, русский язык, русский язык, здесь есть, мы сейчас найдем, даже украинский есть, что очень хорошо, так, русский язык установил, неплохо телефон, сейчас посмотрим еще камеру, где она, где она, а камеру можно по идее включать кнопкой, сейчас мы нажмем кнопочку, вот, да, запускается с помощью кнопочки, так, посмотрим, что у нас тут, ну, что-то неплохо снимает, в принципе, кнопок, кстати, центральных здесь нет, здесь они на экране перенесены, в принципе, очень даже неплохо, о, тут еще есть, внизу какая-то подсветочка периодически мигает, кажется, что-то блеснуло, вот, наверное, это еще и датчик уведомлений, 100%, так, посмотрим, наверное, получше, как она фотографирует на этом объекте, так, как-то на газетке там не очень видно, только держу кнопочку, вот, так, сейчас мы, так, смотрим, ну, такая мелкая зернистость есть, ну, все там снимает неплохо, тут еще, ну, как бы, текст не особо четкий на коробке, поэтому не обращайте внимания, что есть такая в нем размытость, это не камера, это текст такой, вообще снимает неплохо, вот, видно, еще раз, хорошо, вообще снимает неплохо, мне нравится, ага, вот, вот, подсвечивает все-таки, да, вот, так, вот, так, вот, так, надо меня, прикольно сделано, конечно, удобный знакомый аппаратик, все красиво, все хорошо, пластик, у нас имеется заглушечка для микро-USB, что закрывает наш порт, сверху тоже для наушников заглушка стоит, вот, что, в принципе, правильно, плит туда не попадает на всякое дело, ну, да, правда, не знаю, насколько долго проживет эта заглушечка, потому что есть вероятность, что она со временем накроется, если сильно часто пользоваться, хотя я думаю, если аккуратно, технически производил, вот, ну, целым и все, такой вот у нас обзор данного телефона, телефон не понравился, в 12-ти бальной шкале я бы ему дал твердую десяточку, хороший телефон, все, всем спасибо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok